Здравствуйте, Елена Надьевна. Здравствуйте. Как жизнь ваша, как самочувствие? Ничего, добрый день, наши дорогие подписчики. Сегодня я вам докладываю 14 ноября. Самочувствие более-менее слегка вчера себе подпортило. Ну как, 13 ноября, закономерный случай. После кухни прилегла на диване посмотреть фильм, а потом что-то нужно было встать и встала не так, как обычно. Как будто ничего у меня не было без внимания и, по всей видимости, спазмировалась какая-то мышца бедренная, по всей видимости, вместо того, чтобы приостановить движение, я его продолжила. В результате, ну, видимо, побольше отек и труднее было ходить. Но ходить я продолжала. К сожалению, вчера не получилось погулять, потому что у нас лил дождь постоянно. А так все продолжаю, несмотря на то, что вот этот такой казус у меня произошел. Ночью даже делала сгибание-разгибание в суставе. Все нормально сгибается-разгибается. Но садиться надо со вниманием, потому что где-то по средней части бедра, если граница стула, тогда поджимается то ли мышца, то ли нерв, то ли сосуд. И тогда немножко болезненно. Но все это уже сейчас немножечко меньше. Отек постепенно спадает. И сегодня очень хорошая погода, несмотря на ноябрь, который я терпеть не могу. Вот вышла погулять и заодно снять для вас видео с продолжением. Ну, а что вы дальше думаете делать, чтобы облегчить жизнь себе? Ну, вот чтобы... Себе и своей новой ноге, скажем так. Да, чтобы облегчить себе жизнь, хотя доктор мой не акцентирует на это, да, но я сама... Ну, а что вы делать думаете в ближайшее будущее, чтобы облегчить жизнь себе, своей новой ноге и так далее? Ну, как? Я, конечно, планирую и, вернее, даже продолжаю борюсь с весом всю жизнь. Хотя мне мой доктор лечащий ничего об этом не говорит, потому что я все-таки пытаюсь снижать, и он снижается, но очень медленно. Собираюсь опять вплотную заняться своим питанием, урегулировать свое питание. Вот, 2 декабря я выхожу на работу. Вот, буду продолжать пытаться снижать вес, хотя это не так быстро, и нужно время для этого. Быстрое снижение веса не приветствуется, поэтому постепенно будем работать с этим, и на эту тему я тоже сниму видеоролики с советами, если у кого-то есть такая проблема. Потому что со сниженным весом двигаться гораздо легче, а двигаться надо много, чтобы сустав не застаивался, чтобы не было застоя в кровеносной системе, чтобы меньше был отек. Мне, например, ходьба очень помогает, у меня снижается отек, я лучше себя чувствую. Вот, и это будем продолжать. Но сейчас, так как это процесс длительный, и не может одномоментное снижение веса, там, скажем, если 300 грамм, 500 грамм, в 2 дня вы снижаете регулярно, стабильно, это шикарно. Поэтому для того, чтобы облегчить свою работу, работа у меня стоячая, я работаю фармацевтом в аптеке, и приходится испытывать большую стоячую статическую нагрузку на сустав, доктор мне рекомендовал купить ортез. И сейчас у меня по плану покупка ортеза. А что такое ортез? Ортез – это такой фиксатор для коленного сустава, который помогает фиксировать коленный сустав, не дает образованию чрезмерного отека, стабилизирует сустав, защищает его, как бы страховка такая, да, и в то же время какой-то небольшой минимальный массаж. А какая, скажем, какая модель ортезы, сколько он стоит? А как долго вы будете носить? Всю жизнь он носится? Ну, посмотрим, полгода я точно буду его носить до следующего посещения врача, если, слава богу, все пройдет хорошо. Ну, я думаю, вы покажите, может быть, фотографию ортеза, а мы скинем ссылочка обязательно в описании под роликом. Ссылочка будет в описании, да, в инфобоксе. Вот такой ортез немецкой фирмы. Немецкой фирмы. Чуть-чуть пониже. Размер, и все это индивидуально, но мой доктор объехал все магазины, и сказал в Риге, да, и сказал покупать только этот. Нет, все остальное, материалы, и все ему не понравились. Себе он купил на голеностоп такой же фирмы, ортез на голеностоп, так как он очень много работает, очень много оперирует, и мне он советовал это. Порядок цены его где-то порядка 200 долларов, но я считаю, это того стоит. То есть у кого имеется какая-то нестабильность в какой-то степени сустава, да, у меня нестабильность 2 мм, это норма. Если у кого-то чуть больше, или у кого-то какая-то работа такая связанная с физическими нагрузками, я бы вам рекомендовала обязательно эту модель или какую-то другую, но лучше эту. Это приспособление купить. Это ваша страховка, это ваш комфорт, это ваше продолжение жизни, вы лучше будете себя чувствовать. У меня вот еще такой вопросик. Опять там ребята, некоторые люди спрашивали про какой у вас сейчас стоит протез, эндопротез коленостоп. Да, я задала вопрос своему доктору, он написал мне какие-то каракули там в выписке своей рукой, потом может быть в видео каком-то мы вам покажем. Но наконец я сейчас разобрала его надпись. Вот, протез у меня стоит немецкий, самый крутой. Фирма... Ну я думаю мы опять ссылочку в описании под видео скинем. Напишем в описании, да, какое-то. Но из тех, что есть сейчас, да, это самый, самый, ну как сказать, современный. Самый современный. Вот, ну что еще вам рассказать, что еще? К работе тогда? Готовлюсь к работе. Через сколько вам на работу надо идти? На работу я 2 декабря выхожу уже. Вот, я продолжаю упражнения, даже несмотря на эту проблему, которую я получила себе. Вот, ну сейчас уже легче, уже за день, за сутки уже немножко лучше происходит. А с питанием что мы будем делать? У вас же опыт уже. У вас, кстати, огромный... У Ирины Лагериной огромный опыт в похуданиях. Я могу уже, даже не похудание, не будем говорить о похудании, а снижение веса, да, нормальный образ жизни. Все это я вам расскажу, что нельзя с чем есть, дам свои советы, какие-то рекомендации. Как легче перенести вот это свое ограничение, да. Вот, это мы отдельно еще составим, наверное, видео, да, продумаем тему, продумаем, что вам будет интересно. Ну, я думаю, что мы, скажем, с этой темой мы еще сделаем отдельное видео и, может быть, запустим какой-то типа марафон, чтобы мотивировать других людей, которые борются со своим весом. Да, потому что это нелегко, скажем так. Это нелегко. Но можно. Ну, что, тогда будем на сегодня прощаться? Да. До свидания, мои дорогие подписчики. Я пошла ходить по лесу. Подписывайтесь на нас, на наш маленький канал. Нам очень приятно. Ставьте лайки. Мы ждем вас в гости. До свидания. До свидания. Подписывайтесь на наш канал.